Активная, жизнелюбивая и преданная дворняга с повадками лайки и оптимизмом лабрадора в этом приюте со дня основания. Уля, так ее нежно называют волонтеры, попала в домик с собачьей сердца, истощенным и пугливым щенком год назад. Сегодня она одна из самых общительных и социально адаптированных животных. Дружит с котами, другими собаками, обожает людей, но пока не нашла своего человека. Ее гиперактивность, конечно, смущала немного людей, потому что многие боятся держать таких активных больших собак у себя. И поэтому выбирали кого-то поспокойнее, кого-то поменьше. Ну, все говорили, что ее красивые глаза запали, конечно, им в душу. Но, к сожалению, Ульяна до сих пор смотрит след уходящим хозяевам. Она очень ждет, пока ее заберут и надеется, что попадет в замечательную семью. Элис тоже одна из тех, кто уже давно ищет себе хозяина. Она тоже была найдена волонтерами ищущенком. Ее подбросили под двери гипермаркета. Собаку, как и остальных усатых обитателей домика, поставили на лапы, стерилизовали, вакцинировали и приучили к поводку. Волонтеры признаются, сегодня Элис – идеальная собака-компаньон. Очень любит, когда дети приходят, она с ними играет, веселится. Она активно ведет себя на поводке. Это не собачка, которая будет идти рядом с вами. То есть с ней надо активные прогулки и очень много прогулок. Либо в частном доме содержать ее, где она сама может себе предоставлена быть, скажем так. Когда проходит ее гиперактивность, она очень любит сидеть на ручках. Она раньше, когда была щеночком, засыпала прямо на руках. Ее несешь, она уже спит. С другими собаками, она очень контактная, не проявляет никаких признаков агрессии. Уля, Элис, Хаски по кличке Хана и еще с десяток собак ждут встречи с посетителями благотворительной акции. Для них можно приносить лакомства, вещи первой необходимости. Это ошейники, средства от блох и клещей или просто игрушки. Но даже если вы придете с пустыми руками, вам будут рады. Планируется показ мод собачьих, естественно. У каждой собаки будет свой костюм. Они будут выступать, дефилировать. Для наших маленьких гостей будет проводиться конкурс «Поиск клада». Квест будет. Надо будет найти спрятанный приз с сладостями. Для тех, кто готов забрать домой четвероногого друга, волонтеры советуют взять поводок и паспорт. Собак и кошек в добрые руки отдадут бесплатно, но по договору. Подопечные приюта будут ждать встречи с бобруйчанами на улице Карбышева рядом с крепостью с 12 до 14.00 уже в эту субботу, 15 июня. Ангелина Дикон, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.